Здравствуйте! В эфире информационная программа «День Республики» в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартовали продажи авиабилетов на рейсы Элистам-Москва-Элистам. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Первый полет 28 мая на самолетах Red Wings. Теперь добраться из Элисты в Москву можно за три часа. Авиакомпания на лайнерах Сухой Суперджет-100 будет доставлять пассажиров из Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский с частотой два раза в неделю. Жители Калмыкии позитивно восприняли новость и отметили, что это комфортный и экономичный способ добраться до столицы. Хорошо, потому что вот я летала на север, пришлось мне до Москвы доезжать на автобусе, а с Москвы уже садилась на самолет и на север, а так напрямую. Я давно не летала, но дочь, внучка летает в Москву, суденка. Главное, что летать будет. Всем удобно и практичнее, чем ездить подальше, в Волгоград или какие-либо еще. Просто путешествовать и было тяжело, конечно. Ну или встречать своих близких и ехать в Волгоград. Ну все нормально, все здорово, хорошо, что открылись. Международный аэропорт Жуковский начал принимать гражданские рейсы с 2016 года. Добраться до Москвы можно на общественном транспорте. Прямой автобус от терминала до метро идет час. На электричке, например, от Казанского вокзала с пересадкой на шаттл время в пути занимает час-десять минут. Также близ воздушной гавани есть точка каршеринга. В самом аэропорту для удобства пассажиров функционируют кафе и рестораны, магазины беспошлиной торговли и салоны сотовой связи. Кроме того, с 16 июня аэрофлот начнет регулярные рейсы по аналогичному маршруту. Продажа билетов также открыта. В летнем сезонном расписание конечной точкой станет аэропорт Шереметьево. Время в пути составит 3,5 часа. Национальный перевозчик будет выполнять три рейса в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Аэрофлот выходит на воздушную линию впервые с 90-х годов прошлого века. Присутствие крупнейшего авиаперевозчика России позволит существенно улучшить транспортную доступность региона и будет способствовать развитию бизнеса и внутреннего туризма. Кроме этого, для жителей Калмыкии появится возможность планировать удобные стыковки по всей маршрутной сети группы Аэрофлот из Шереметьево, сообщили в прислужбе авиакомпании. Прокуратура Яшкульского района отреагировала на нарушение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Прокуратура Яшкульского района в адрес регионального оператора внесла представление, которое находится на рассмотрении. В отношении исполнительного директора ООО «Специализированное автомобильное хозяйство» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления. По результатам рассмотрения административного дела, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 42 тысяч рублей. В поселке Челгир Яшкульского района открыли новый хурул Чойджил Сакисенсюме. Название дали в честь одного из защитников Дхармы. Храм возводили в течение шести лет на народные пожертвования. На праздничный молебен в честь открытия прибыл Шачин-Лама Калмыкия, а также ламы из других регионов. Все подробности в следующем материале. Новый буддийский храм в поселке Челгир площадью 126 квадратных метров распахнул свои двери. Для местных жителей, уроженцев и всех тех, кто принимал участие в строительстве храма, день открытия стал знаменательным. Как отметили присутствующие на собрании, стройка буддийского святилища заняла 6 лет. Инициатором строительства выступила местная община «Очервани». Начали строительство хурула пять лет назад на народные деньги, кто что вложил. Служитель у нас Мерген-Лама местный, коренной, отучился в Бурятии уже здесь, как 8 лет он здесь. Ну и созрела мысль, ну созрела мысль, наверное, может 6 лет назад, но собрали, сделали собрание села и вот решили, начали строительство хурула. Открытие началось с молебен, который провели с Шинджин-Лама и Мерген-Лама. На ритуал собрались жители поселка и гости из соседних районов. В праздничном молебне также приняли участие прибывавшие ламы из Забайкальского края Иркутской области Республики Бурятия. Совместно с верующими священнослужители приняли все необходимые ритуалы омовения и освящения, чтобы возведенный храм стал центром духовной и культурной жизни не только поселка, но и всей Калмыкии. Этого события сельчане ждали много лет и надеялись, что появление места, куда можно прийти и помолиться, принесет благополучие всем живым существам. Жители Челги расплотились и помогали в возведении храма кто как мог. А до этого у нас есть музей, раньше был музей, потом в 90-х годах музей, все, что внутри было, забрали в музей Пальму, перевезли, приехали оттуда. А он этот музей пустовал и сделали молебный дом там, в этом музее. И вот там Мерген работал, принимал людей, пока не стали строить хурум. Мы очень рады, что все приехали к нам, столько много гостей, приехали все, которые учились с нашим Мергенлам. Я хочу, чтобы все живущие в Челгире, все наши земляки, которые живут за пределами Челгира, чтобы всем им крепкого здравия, благополучия, удачи во всем, чтобы наш хурум челгирский процветал, чтобы всегда сюда приходили люди с добрыми намерениями. Жители поселка считают свой храм особенным. Он построен в историческом месте, где проходил первый съезд калмыков более чем 100 лет назад. Также считается, что Челгир является географическим центром Калмыкии, а потому построение хурула в столь значимом историческом месте положительно скажется на сельской жизни. Ангелина Ирдниева, Чарубушаев, информационная программа «День республики», Яшкульский район. В рамках фестиваля тюльпанов, который проводился в апреле, был дан старт творческому конкурсу чтецов «Дни поэзии», открытый микрофон среди школьников 5-11 классов и студентов СУЗов. Каждые выходные у памятника народному поэту Калмыкии Давиду Никитичу Кугультинову молодые люди читали стихи на калмыцком и русском языках. Лучшие из лучших получили ценные призы и благодарности. Все подробности в следующем видеоматериале. Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства – одно из главных направлений нашей страны. Ежегодно в стенах Национальной библиотеки имени Амур Санана проводится конкурс чтецов. В этом году в конкурсе заявилось порядка 300 участников. Оценивать выступления каждого было сложно. Все дети талантливы, признались организаторы и члены жюри творческого конкурса. Юные чтецы собирали сотни поклонников калмыцкой и русской поэзии. Основная цель конкурса – повышение у подрастающего поколения интереса к чтению. Были дети, действительно, в них искорка артистизма. Были дети, которые не столько эмоционально, а сколько глубоко, до глубины, которые осознали, о чем пишет поэт. Так что я думаю, что миссия, именно задача этого конкурса выполнена. Три недели наши чтецы читали стихи юбиляров, которым в этом году исполнилось по 100 лет. Конечно же, направлены на популяризацию чтения, на продвижение книги чтения, на продвижение, популяризацию народных поэтов в Калмыкии, чтобы наши дети читали и знали своих народных поэтов и писателей в Калмыкии. Конкурс проводился по инициативе Республиканского министерства культуры и туризма. Ежегодно количество участников только растет. Так, по итогам конкурса были выявлены три победителя. Это Флёр Секенова, Аюна Манжиева и Юлия Кравцова. Я и читаю стихи поэтов, и сама тоже иногда пишу, когда приходит вдохновение, мне нравится это дело. Я люблю писать о природе, о людях, мне нравится кого-то описывать, чьи-то характеры. Я рассказывала, читала произведение, представляла его Калян Санже, Элистин Сусурсин Сё. Выбрала я его, потому что очень люблю калмыцкий язык и восхищаюсь им, так как это мой родной язык. И мне кажется, любой человек должен знать его. Эту любовь во мне проявил, скорее, один поход в театр. Именно этот поход стал роковым, так скажем, в моей любви к поэзии. И с того дня я стала проявлять большую любовь к стихам, стихотворениям, к прозам и так далее. На конкурсе я представляла стих Егора Буджалова «Утро в богудах». Это стихотворение я выбрала ввиду того, что в нём поднимается очень важная тема войны. Я считаю, что такое нельзя забывать, об этом нужно помнить и, конечно же, вспоминать. Члены жюри оценивали не только навык выразительного чтения, но и артистические способности участников. Кроме троих победителей, поощрительными призами был отмечен и талант ещё трёх участников «Аливой». Этим ребятам до победы не хватило несколько баллов. Светлана Дживдиев, Анатолий Коженбайк, информационная программа «День республики». Арслан Дживдиев, Тенгиз Сельдинов одержали победу во втором этапе отборочных соревнований 12-летней спортикиады по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов Южного федерального округа. Спортсмены, которые прошли второй этап, примут участие в финале летней спортикиады. Она состоится в Красноярске в июле. Помимо победителей соревнований в завершающую стадию, состязания пробились ещё шесть калмыцких спортсменов. Санал Дживгаев, Виктор Бадмаев завоевали серебру отборочного тура, а Рашид Амаров, Батна Сунтикиев, Аюка Бадмаев, Мергей Манджиев по итогу заняли третьи места. На данном соревновании, конечно, сильнейшие спортсмены нашего федерального округа приехали. Очень сильно был крепкий состав, такой у нас Краснодарский край. Ну и остальные у нас тоже, ребята, не уступают, которые достойны этих соревнований. У нас вот Дживлеев Арсан уже стал победителем в своей весовой категории, 45 килограмм. Ну и получается, он уже попадает в финал. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зелёной точке Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня всё. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин